Днём во вторник в индустриальном округе не разъехались седан и кроссовер. Пострадавших в этой аварии нет. Honda CR-V стояла посреди перекрёстка. Водителю нужно было повернуть налево на улицу индустриальную, и он ждал удобный момент. В это время Toyota E-D ехала в сторону южного микрорайона в прямом направлении. 22-летний мужчина, который управлял машиной, говорит, что всё видел, но сделать ничего не смог. Кроссовер неспешно начал манёвр и преградил путь Toyota так, словно на дороге кроме него никого и не было. Да, я его увидел, думаю, он успеет завершить манёвр, дал по тормозам, но он почему-то ещё притормозить решил. Не знаю почему, но и всё. Очевидец-водитель автомобиля, который в это время стоял на улице индустриальной в ожидании зелёного, предоставил запись своего видеорегистратора. На ней видно, как Honda CR-V готовится к повороту. Проезжает автомобиль скорой помощи, и чёрный кроссовер начинает манёвр. Столкнувшиеся автомобили останавливаются, едва не сбив с ног пешеходов. Водитель Honda объяснил инспекторам ГИБДД, что оппонента действительно не видел. Обзор ему закрыли встречные автомобили, которые, как и он, стояли на перекрёстке. Водитель Toyota E-D незадолго до аварии был на авторынке, где купил запчасть для замены. Установить её собирался в ближайшем автосервисе. После аварии, говорит, словно руки опустились. От машины он теперь планирует избавиться. Несчастливая. Всего за два месяца эта авария стала второй. Причём в обоих случаях молодой человек был не виноват. С места происшествия Виталина Кондрахина, Александр Ефанов и Степан Симонов.